Место встреч инициативных жителей Трехгорки с руководством Одинцовского района выбрано не случайно. Совсем скоро здесь, на месте парковки, должен появиться храм. Мы просим возможность найти, перенести строительство храма и не строить его в этом месте, а оставить жителям все-таки парковку, поскольку... Куда просите перевезти? Мы ранее озвучивали наши варианты, да, это на въезде в старую Трехгорку, вот тот самый круг. Да, тот самый круг. И второй вариант это найти место между тремя районами. Когда-то на этом месте планировали построить часовню, теперь полноценный храм. Жители опасаются не только дефицита парковочных мест, но и громкого звона колоколов. Кроме того, там проходит теплотрасса, строительство на которой невозможно. В качестве альтернативы активисты предлагают два других места. Одно на границе новой старой Трехгорки и микрорайону Сколковский, другое рядом с железнодорожной платформой. Если здесь бы появился храм, так мне кажется, это была бы такой визитной карточкой всей новой старой Трехгорки. Сейчас мы вместе с главным архитектором набросаем некие эскизы, как это могло выглядеть в будущем, если мы подойдем к строительству. И также согласуем с жителями, плюс с нашими благочинками. То, что физкультурно-оздоровительному комплексу на карте Трехгорки быть, это факт. Теперь нужно согласовать, что будет в себя включать построенное здание. Местным жителям хочется и бассейн, и спортивный зал, и кружки. И желательно, чтобы ФОК был муниципальным, а значит доступным для всех. Нам с вами нужно согласовать техническое задание на проектирование. Для этого нужно указать все элементы, которые здесь нужны. Бассейн, спортзал, кружки для школы, искусственные помещения специализированные. Парк, который разместился в Трехгорке, – центр притяжения для семей с детьми. Машины не ездят, воздух свежий. Только покрытие не соответствует современным нормам. Мы договорились сделать паспорт и каталог всех детских площадок, которые находятся в микрорайоне, и набросать определенный ремонт, который необходим. В основном это покрытие, конечно, покрытие должно быть резиновое, безопасное. Кроме того, 8 детских площадок в Трехгорке находятся прямо над теплотрассой. Это недопустимо и требует принятия неотложных мер. Почему запрещают строить детские площадки? Теплосеть имеет способность, если у него происходит какой-то разрыв, подмывать линзы под собой. Сразу провалов не происходит. Там собирается кипяток. Если происходит провал, спасти человека невозможно. Однозначно все те площадки, которые находятся на теплосетях, мы будем смещать, чтобы не допустить никакого трагического случая. Через неделю в администрации Одинцовского района запланирована встреча, на которую, кроме инициативных жителей Трехгорки, приглашены представители строительной компании «Урбангрупп». В обозримом будущем самые острые проблемы микрорайона им придется решать совместными усилиями. Евгения Августина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Продолжение следует...